Время креста Возможность служения ему, а служение Богу невозможно без осуществления добрых дел, в том числе и по отношению к нашим близким. Святой благоверный князь Александр Невский стремился к исполнению евангельских заповедей, и в этом прежде всего мы должны ему подражать. Мы должны стремиться к тому, чтобы любить свое Отечество, как это делал святой благоверный князь Александр Невский и защищал его, защищал его всюду. От нападения внешних врагов и от врагов внутренних. Конечно же, самый наш злобный враг – это внутренний враг. Именно против него мы должны осуществлять брань. Наша брань, как говорит апостол Павел, не против плоти и крови, а против тьмы, против миродержителей века сего. И святой благоверный князь Александр Невский в своей жизни как раз и явил ту победу над врагом, врагом внутренним, которую должен явить в своей жизни каждый православный христианин. Перед началом спектакля митрополит Григорий обратился с приветственным словом к зрителям и участникам мероприятия. Время крестное – замечательное название. Время у нас всегда непростое. Но мы, православные христиане, помним, что времена нам дает Господь. Бог наш, есть Бог-любовь. И Он все делает для того, чтобы нам было хорошо, для того, чтобы мы могли получить то вечное благо, которому мы, конечно же, стремимся в этой жизни, чтобы мы получили благо и в этой жизни, и в жизни будущей. А времена нам даются, в том числе и непростые, с нашей точки зрения, только для одного – для нашего совершенства. Пройдя через это трудное для нас некрестное порой время, стали ближе к Богу, стали людьми более совершенными. И мы все с вами должны вслед за Александром Невским очень хорошо понять, что испытания на нашей жизни, крест, как иной раз мы называем эти испытания, даются нам Богом, который нас любит. И эти испытания, время крестное для нас, должно быть лекарством. Пускай и горьким, но тем не менее, тем средством, которое приведет нас к Богу, сделает ближе нас к нашему Спасителю. А значит, сделает людьми более счастливыми и более совершенными. Постановка спектакля «Время крестное» – это совместный проект отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии и Краснодарского института культуры. Спектакль поставлен под наименной драме кубанского священника, протерея Александра Клементьева. Отец Александр писал стихи, драмы на библейские сюжеты, а в последние годы жизни служил в храме Рождества Христова города Краснодара. Спектакль посетили казачество, преподаватели и студенты вузов, а также православная молодежь. Все роли в спектакле исполнили студенты Института культуры. Молодые актеры очень проникновенно сыграли каждую свою роль. Как важно для молодежи сегодня понять, что история твоей страны – это твоя история. Иногда приходится слышать мнение, что театральные постановки не вызывают интерес у молодежной аудитории. Но это отнюдь не так. И сегодняшний спектакль это показал. Спектакль очень сильно понравился. Ребята молодцы. Очень хорошая игра актеров. В хорошем техническом плане свет. Очень хорошо был поставлен костюмы. Вот. Спектакль вообще очень сильно актуален в наше время, на сегодняшний день. Спасибо большое ребятам. Мне очень понравился этот спектакль, постановка. Игра актеров была великолепна. Она прям тронула за душу на самом деле. Очень благодарна, что я попала сюда и что ребята сделали такой проект. Спектакль ставил самые теплые впечатления. Он пробудил патриотическое настроение. Окунул нас в ту атмосферу, в то время. Эти переживания, эти эмоции, они, конечно, бесценны. И хочется сказать актерам большое спасибо за их искреннюю игру. Для меня этот спектакль оказался очень радостным и оставил в душе очень теплые впечатления. На самом деле все ребята, которые в нем играли, они настолько прониклись этой ролью, они настолько прониклись временем, событиями, которые происходили при Александре Невском, особенно роль самого Александра Невского. Настолько этот спектакль поднимает внутри патриотизм, чувство любви к своей родине. Мне хочется сказать, что молодежь, которая смотрела этот спектакль и которая участвовала там, что таких спектаклей должно быть больше. Должно быть больше подобных мероприятий, должно быть больше именно вот этой вот радости, которую они несут. Мне очень понравилось. В завершении владыка Григорий отметил воспитательный характер данной постановки и выразил надежду, что подобных спектаклей будет много, что показ спектакля молодому поколению заставит молодежь задуматься, делать выводы и больше любить свою родину. А молодым актерам митрополит Григорий пожелал развиваться и не останавливаться на том, что уже сделано, чтобы и другие спектакли также носили патриотический и воспитательный характер.